А гвардальник у меня три. Ну а рядом в районе там одна. То по идее я могу заключить с ней договор. То есть может быть есть признаки конкуренции. Но признаков конкуренции нет, они у всех лежат на этом. И немножко мусор дамок. Но сама такая сеть дает возможность развить конкуренцию. Причем легко. Но желания нет, он не найдет. Поэтому общее собрание допустим решает, что вот нам нравится котельная, а вот Жулебина у них лучше, дешевле. И они рядом через дорогу. Давайте вот мы и решим им. А правление заключает договор с Мариевым. Ну это считаем, что это КТС, допустим, Либерецкая вообще конкуренция нет. Что мы можем поперить против закона? Ну что, ну что написано? Орган управления вступает в отношения. То есть возможность купить за две банки кофе наблюдается? Почему нет? Правление? Я вам покажу правление кооператива у нас текстильщика, который портал вас воду, оставил его с одним проездом, значит, и потому что им купили вот такую детскую площадку. А все остальное знаменитый лайф с кемманским подземлемым и тем самым гаражом. Наш муниципалитет туда съезжает. Я скажу, что я отказываюсь там сидеть на совещании. Правление за две коробки кофе. В смысле все? В смысле все. Они могли не дать разрешения, они могли устраивать скандалы, это незаконное совершенно строительство, стопроцентно. Четыре дома высотой в 14 этажей превратились в 8 домов, высотой в 28 этажей. Замечательно. На трех квадратных метрах. Теперь два дома сидят без света в солнечном в том числе и этот кооперативный. Когда выяснилось, выяснилось, что все это так просто опаздывается. Так что нехороший пункт, но вот имейте в виду. Потому что при конкуренции обычно общие собрания решают, с кем крутить любовь. За как-нибудь и деми. Но вот тут этого нет, потому что жители сами по себе у нас собственники и мнения ничего не значит абсолютно. Извините, а вы можете остановиться еще раз, сказавши, что заказчик, пассажир, а все-таки кто представляет заказчика? Приседатель? Нет. Заказчик периодически представляет заказчиком все товарищество, а управляет и исполнительные действия совершает правление. А вот правление не заключает договора или председатель правления, мы с вами уже это разбирали, в одном уставе написано и то, и то. То есть, по принципу, хочешь мой себя, хочешь собой. Вот. И все. Это однозначно, что председатель, что правление. Да какое же это однозначно, если в одном пункте написано, что решение, заключение договоров только с согласием правления, а в другом написано, договора может заключать председатель, точка. Все. Когда я на стороне председателя в суде, я говорю, что это... И типы обора у нас такой, что не нужно никакого правления, никакого согласия, не нужно никакого трепедия. А когда я на той стороне, я говорю, что такое вообще? признаем недействительную коричь тоже. Так далее. Так что, замечательно написаны уставы, но у нас практически никто и считает. Уставы, я уже говорила. Каковы права членов? Хорошо, все создали. Каковы права? Вот эта статья 143, о которой у нас нет, по-моему, ее мы ими дали, потому что мы... 143 статьи. Да, 143 статьи. Она появилась, почему прима? Это значит, дополнение к статье 143, это отдельная статья. Почему она появилась права членов, это было право. И не являющихся жилами. Дело в том, что члены товарищества, вы понимаете, они кроме оплаты реальных услуг, еще платят взносы, единовременные или систематические. Есть, так сказать, целевые взносы. Как и в кооперативах. Единовременные это там, давайте сделаем подарки, делим до 11 лет, скинемся в Тихоярд и купим, а потом правление всем будет торжественно там, второго и дворя обручать. А систематические или целевые? К целевым относится к капремонту, между прочим. К целевым дополнительные целевые на ремонт текущий. Ну, мало ли, может, мы в этот текущий решили что-то поменять. И нам нужно брать 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч и так далее. Ну, и целевые взносы у нас всегда нахвату работы бухгалтера, аудитора, даже раз в два года писать аудиторское заключение председателя, ну, и наемных работ. Что касается по содержанию ремонта народа, это входит в оплату не члена. Потому что дворник-то он убирает и полы уборчатся мой общего имущества всеобщего. А вот что касается оплаты правления и прочее, то ни-ли-ли-ли, только члены ТСЖ должны содержать. С этим у нас большая кооператива напряженка. Вот тот дом, где по 200 тысяч вправовалось месяц с товарищем путем умения работать, назовем это так. Вот эти 224 квартиры нехиле платили бухгалтеру целые 15 тысяч рублей. Считаешь за минусом естественно чего? 12% могучую кучку денег они платили. Как вы думаете, как поступает в таких случаях наш бухгалтер и не только бухгалтер? Он пытается сначала убедить товарищей, что вы с ума сошли. потому что объем работы большой. У нас же начинается все с простого, а потом вот эта гора бездельников, чиновников, ты даже оправдывать должна, она придумывает все время тебе новые забавы. Ну и когда они не находят применимания у членов кооператива, они говорят ну что ж, ребята, и это заканчивается по день 200-220 тысяч в месяц. Так что платить надо. надо понимать реальный объем работ, понимать, что бухгалтер очень нужен, нужно понимать, что простой аудиторский отчет стоил два года назад 20 тысяч рублей, а отчет, который рассказывает тебе, простой на двух страничках написано так, обследовал и нашел, что книга учета присутствует в соответствии с пунктом таким-то инструкции по в соответствии с федеральным законом об учете все имеется две странички все 20 тысяч в фирму она платит налоги там что-то это отудита тысяч получатся а когда ты спрашиваешь аудитора мы вообще куды ну идем и куды заворачиваем может нам надо что-то как-то почему-то это стоит 60 тысяч но тут конечно члены кооператива 50 тысяч на один дом? 50 тысяч на один а если не знаю а что есть кооператива из пяти домов? умножьте на это с аудиторами отдельно с ними куда я не знаю вашим бактериям стоят один дом 60 тысяч и больше это два года назад стоят потому что вообще с домами это дело такое вознючее а аудиторов есть большие объемы большие заработки как-то так а 185 тысяч куда остатки 15 по карману что-то два дома загородных что такое дом в Ялте яхта на этом самом где у нас там Хлебниково долговодник водник да дальше так все знают инженер яхта яхта просто инженер имел яхту не он директором без он купил место за миллион долларов и за 9 месяцев взял 5 из них 3 миллиона он купил яхту и настолько был глуп что назвал ее собой прямо честно да чем вы погорели а так никто не догадался была статья как бы он как бы погорел из чего когда он определился какие богачи а это что делать поверить его надо мы его проверили то есть от него место у вас очень место стоит уже давно больше 5 миллионов так что тем более но кооператива это конечно не так но порочка позерк клюет если люди не умеют не понимают так сказать вес денег стоимость обработан загруженности и так начнался члены нечлены члены имеют право доступа долгое время было так только члены кооперативов члены товарищи могли быть допущены в документации и это вообще законом не оговаривалось так сказать ну нечлены в любом случае не имели право переведите отсюда вы не член кооператива вы не имеете право и все потом пришел 831 пословление о том как надо все-таки докладывать вывешивать отчеты о своих деятельностях и в том числе представлять по первому требованию и вот в закон внести изменения где было сказано что члены товарищи и не являющиеся членами товарищи имеют право ознакомиться со следующими документами устав изменения свидетельства госрегистрации 200 рублей реестр членов бухгалтерской финансовой отчеты смертных расходов и так далее заключение ревизионной комиссии документы подтверждающие права новообщественного имущества протокол общих собраний документы подтверждающие итоги голосования то есть вот эти папки с решением то есть члены нечлены вознакомление с управлением этим домом для того чтобы они могли проанализировать и оценить качество управления уравнены в правах что означает замечательное словечко в мире права ознакомиться ну я понимаю законодателя значит если проверяешь бухгалтерскую отчетность если тебе еще делать эти тома ксерокопии за счет товарищей то это вообще наторвешься поэтому приходите в правлении вам дадут ну сидите изучайте хотите сами фотографируйте ну вот так вот потому что потому что я встречала неоднократно случай когда рождующий группировка требовали отправления каждые 50 человек спорящих каждому подготовить пакет документов когда управление говорила бумага безумного принтеры с этими самыми скатриджи конечно электричество ну само собой это же кто-то должен баршюровать все это нет вы не положите ну здесь есть компромиссное решение то есть часть документов можно познакомиться кто-то один комплект в конце концов из серии на подвись можно и издать больше аудитория могу сказать они приходят и смотрят на месте более того они категорически отказываются что-то это документация вовремя лишь полица а вдруг что-то пропадет а вдруг он что-то исправит или наоборот его в этом принять такие эти права для нас очень важны и все хорошо отчеты такие же раз в год раз в полгода внеощрительные собрания все по повестке дня все как у всех других объединить но наступает эпоха например когда народ со страшной силой разочаровался и решил нипетировать товарищ извините а можно поподробнее остановиться на этом 143.1 а если председатель не дает никаких документов не дает год два три вот не дает и еще жив и еще нет ребят и смотрите и смотрите я хочу подтвердить вам и приходят органы из управы изберите другого председателя точка это не просто нет вопроса просто не стоит все чуть-чуть три года у нас когда я управлял в кишине и у нас были кооперативы из бывшей охраны колымских лагерей это было любимое дело там они понадзирают выходят рано на пенсию и им представляется на выбор ясное дело что не мурманцы а люба и вот они обозревают карту выбирают прекрасный город и строят там опять подружка первый раз по неосторожности вышла замуж за сына такого товарища миссараби не представляю потому что кто туда попали какие-то 180 тысяч они ни один не вернулись рассказывать некому но у нас был последний из этих ошметков дом был ведомственным в котором я жила и вот они когда увидят как мы живем и работаем они пришли к нам и попросились к нам в ассоциацию мы им отказали но причина они сказали что их председатель кооператива 20 лет бороют с ними не разговаривает не выдает ничего это была первая железная дверь кишиневая как они мне сообщили а потом он сделал в подъезд железную дверь и какое-то время значит ему надо было звонить чтобы он открыл тебе дверь и вот это вот из КВМ и из молдавских всего оно я скажу что без рентгенов мы не работаем и еще у вас там три дренажных колодца за домами 15 метров зачем топить они сухие покажите вскрыть лоб и покажите что никакое дело мы не берем таких естественного борта и милиции 18 лет у них так не текла вода потому что там когда дом сажали там кто-то не прибыли старую сеть забыли не за что они не хотели скинуться там на какие-то задрепанные бабки нанять эскаватора и вскрыть а мы поняли что у нас мы это сделали за два дня точно и мы оставили другу течку так что тут никаких если человек не выдает и если вообще есть штрафы на это и немаленькие то переизбирайте самый простой способ уголовное дело по 140 статье заставьте работать эти фуражки если не погоня а потом что значит так устраивайте ему обструкцию само натуральное выстраивайтесь рядами не пропускайте его говорите ему в лицо что вы обо него думаете детки вышли пальцем с детьми не дружить жена вышли писать заявление сразу что ему угрожает не она кто ему угрожает а вы его первую на жизнь не увидите вы что я что это мне кто буду говорить что здесь 30 человек собрабочится чтобы высказать ему свое мнение не жмут я в это время была на даче а остальные все в это время коспасы там выставка большая декоративная позоволь перестаньте это настолько по-детски все вам нравится давайте ему дальше я бы двух месяцев не потерпела не представляю так что так что по то есть нам это тсж достало что мы говорим мы никогда его там не избирали или оно не работает в общем нас не устраивает что вывелить закон ну все страшно по статей 145 сказано что ой товарищи что ликвидируются в соответствии законодательства в Российской Федерации что же это за законодательство такое в Российской Федерации это замечательное в гражданском кодексе у нас есть целых три статьи 61 2 63 а и 64 называется ликвидацией юридического лица 61 по 64 в гражданском кодексе что там сказано там сказано все просто кто имеет право значит кто имеет право ликвидировать ну учредители в первую очередь что общие собрания суды по решению государственной кодексе как это понимается то есть имеется ввиду что вопрос о ликвидации товарищей может поднять прокуратуру может быть на защиту интересов членов и членов или жилищная инспекция это в порядке статьи 20 жилищная что говорит прокурора когда на них вали на эти претензии оброшлось и все равно стали говорить не-не-не мне нужны только ветераны великой отечественной войны значит куликовской битвы там значит это тогда будут и вы за счету убрать на пяток не найдите на двух пять инвалидов и ветеранов это не просто но ничего значит и помощи допустим ликвидируют далеко не всегда это потому что прокуроры чрезвычайно небрежно ведут эти дела совершенно не вникают а там эта работа ювелирная ну допустим либо общее собрание постановило ликвидируют ну первое прокуроры выиграли в суд или общее собрание ну при этом